Еще 70 дворов комплексно отремонтируют в Самаре в следующем году. Список победителей конкурса «Двор, в котором мы живем» уже составлен. В него попали те дворы, жители которых приложили немало усилий, чтобы сделать территорию вокруг своих домов ухоженной и уютной. Активно участвовали в субботниках и благоустраивали площадки. За 4 года существования проекта «Двор, в котором мы живем» полностью преобразилось порядка 250 самарских дворов, где появились не только детские городки, качели и турники, но и благоустроенные зоны отдыха и самые современные уличные тренажеры. В этом году благоустроили 73 площадки. Подготовка к ремонту в следующем году уже началась. Дизайн и планировка новых дворов разрабатываются совместно с жителями и архитекторами. У меня большая просьба главам администрации районов, чтобы они буквально в ближайшие 2-3 дня составили эскизные проекты благоустройства дворовых территорий 2015 года вместе с архитекторами районов и представили нам уже объемные дефектные ведомости для составления смертной документации. Чтобы теория опиралась на практику, учебные заведения, дающие среднепрофессиональное образование, не всегда располагают достаточной материально-технической базой для закрепления полученных знаний на практике. И как следствие, молодые специалисты порой оказываются невостребованы. Исправить это призвана новая стратегия в среднепрофессиональном образовании. Об этом говорили на трехсторонней комиссии в мэрии. Поволжский государственный колледж и Самарский техникум сервиса производственного оборудования уже получили деньги на покупку современного оборудования по федеральной программе. Впереди создание и оснащение еще четырех таких центров. Учебные заведения должны работать в тесной связке с ведущими предприятиями города, чтобы готовить кадры по их заказу. В грамотных специалистах сейчас особенно нуждаются машиностроительная и авиакосмическая отрасль региона. Не являясь учредителем, не входя в совет, генеральный директор завода «Салют» заявил о том, что он готов создать на своих площадях учебно-производственный участок, оснащенный современным оборудованием для организации практик и производственного обучения студентов техникум и промышленных технологий. Ну а порядка трех тысяч жителей Самарской области